Участники декабрьских событий 1986 года Курмагазыр Ахметов и Абай Абдрахман отправили второе с начала года письмо президенту Казахстана. Ответ на первое, которое они оставили 29 апреля, так и не пришел. В своем обращении авторы отмечают, что участники декабрьских событий нуждаются в социальной помощи и просят президента принять их. Они говорят, что за 35 лет было принято несколько указов и постановлений, но на практике решения не исполняются. В распоряжении премьер-министра, выпущенного в 1993 году, говорится, что реабилитированным участникам декабрьских событий положено жилье. Но на сегодня 34 человека все еще не могут получить квартиры, говорят общественники. После подавления протеста казахской молодежи, который, как считают историки, приблизил конец СССР, 99 человек оказались под следствием. Двое были приговорены к смертной казни. Сотни человек были исключены из партии и комсомольской организации, отчислены из учебных заведений, потеряли работу из-за того, что выступили против решения Москвы, назначившей руководителем Казахстана чужого для республики человека. Позже участники декабрьских событий были реабилитированы. Позже участники декабрьских событий были реабилитированы. Журналисты следующие декабрьские события говорят, что в истории много белых пятен. Власти не раскрывают правду, потому что не хотят, чтобы выступление молодежи в 86-м воодушевляло сейчас новое поколение. Позже участники декабрьских событий остаются считанные дни. Как правительство собирается встретить эту дату, неизвестно. Как правило, чиновники 17 декабря ограничиваются возложением цветов к монументу в Алматы.